ЗАГЛЯДАМ ГАЛОВНЫХ ПАДЕЙЖИТЬЯ РЕГИЁНА ЗА ТЫДЕНЬ ВЫПУСК ИНФОЭКСПРЕСУ СТУДИЮ ВОЛЬГА ПЕЛЯНШУК ВИТАЮ ВАС ПАШНЕМЫХ ЗАГАЛОВНЫЙ ТЭМЫ ГРОДНА ПРЫМАЮ ДЕЛЬНИКАУЙ ГАСТЕЙ 14-ГО РЕСПУБЛЯКАНСКАГО ФЕСТИВАЛЮ НАЦІАНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ПЕРШЫЙ ЯХУ ДЕНЬ ПАШАУСЯ З ДЕЛОГОВАЙ ПЛЯЦУУКЮ, НА ЯКОЙ МИНИСТР КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУССЯ АНАТОЛЬ МАРКЕВИЧ СУСТРЕУССЯ З БЕЛАРУСАМИ ЗАМЕЗЖА НАШИ СУЯЧИННИКИ З РОССІЯ, ПОЛЬЩАЙ И ЛАТВИЯ БЫЛИ ЗАПРОШЕНЫ НА НЕФАРМАЛЬНУЮ РАЗМОВУ У АЛЕБАСТРАВУЮ ЗАЛУ СТАРОГА ЗАМКА СУСТРЕЧА З МИНИСТРАМ ЯК РАЗМОВА СЯБРОУ, ТАКУЮ МАХЧЫМАСТЬ І ДАЄ ФЕСТЫВАЛЬ НАЦІАНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ПА СЛОВАХ АНАТОЛЯ МАРКЕВИЧА, БЕЛАРУСЫ З ИНШИХ ДЕРЖАУ ЗВЯЗАНЫ З НАШЕЙ КРАИНЫЙ НЕПАРЫВНОЙ СУВЯЗЮ ДЕ ПЯНЫНИ ЖИЛІ УСЮДЫ І ЗАУСЮДЫ ДЕМОНСТРУЮЮТЬ ПРЫХАЖОСТЬ РОДНАГА КРАЮ І ДУШЕВНЫСТЬ СВАЙГО НАРОДА ТВОРЩЕСТВА ОНО БЕЗГРАНІЧНО ТВОРЩЕСТВА, КУЛЬТУРА, ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМ МОСТИКОМ ХОРОШИМ, КОТОРЫЙ ПРОКЛАДЫВАЕТСЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, МЕЖДУ СТРАНАМИ, МЕЖДУ НАРОДАМИ И МЫ ПО ЭТОМУ МОСТУ ИДЁМ УВЕРЕННО, МЫ ГОВОРИМ ОЧЕНЬ ПОНЯТНЫЕ ВСЕМУ МИРУ, ДАЁМ ПОСЫЛЫ, РАССКАЗЫВАЕМ О НАШЕМ ВЕЛИЧИЕ МЫ НЕ ПРИУКРАШУМ, МЫ ПРОСТА ГАВАРИМ ОБЪКТИВНО О НАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ БЕЛАРУССИ, О НАШЕЙ СТРАНЕ И ОЧЕНЬ ВАЖНО, КАГДА ПРИЕЖАЮТ К НАМ, Я БЫ НЕ НАЗВАЛ ГОСТИ, ЭТО НАШИ РАДНЫЕ, НАШИ ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ АНИ, БУДУЧИ В БЕЛАРУССИ, ЗАТЕМ ПРИЕЖАЮТ НА МЕСТО И РАССКАЗЫВАЮТ, ПАКАЗЫВАЮТ, КАК МЫ ЖИВЕМ И ВСЕГДА ПРИГЛАШАЮТ В ГОСТИ НА НАШУ БЛАГАДАТНУЮ БЕЛАРУССКОЮ ЗЕМЛЯ ГЭТЫЙ СУСТРЕЧЕЙ БЕЛАРУСЫ ЗАМЕЖА ЧАКАЛИ ЗАСАБЛІВЫМ ХВАЛЯВАННЯМ МНОГИЕ ИЗ ЇХНИ БЫЛІ НАРАДІМІ НЯКОЛЬКИ ГАДОУ ФЕСТЫВАЛЬ НАЦІЯНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ВЫДАТНАЯ МАХЧЫМАЙ СУСТРЕЦСЯ СУЯЯ ЧЫННІКАМІ СІРОТУ ДЕЛЬННИКУ У ДЕЛОГАВЫЙ ПЛЯЦОВКІ ПРАСТАВНІКІ САЮЗА БЕЛАРУССА У ЛАТВИІ СТАНИСЛАУ ВАЛОТЬКА УРАДЖЕНІЦ ОСТРАВЕЦКАГА РАЙОНА ЙОН ДАУНО ЖЮВЕ У ДАУГАПЦІ АЛЕЗ РАДІМАЙ СУВЯЗЬ ПАТРЫМЛІВАЯ ТРЫВАЛЮ У ДАУГАТОСА ДЕЯ ЖЮУ ПРАЦУЮЮ БЕЛАРУССКАЯ ТАВЫРЫСТВА УЗДЫМ У ЯКИМ Я ТАКСАМА ПРАЦУЮЮ И ЙОСТЬ ЦЕНТР БЕЛАРУССКАЯ КУЛЬТУРЫ У НАС ПАТРЫМОВЫЕ САМОВПРАВЛІННИЕ ГОРДА ДАУГАТОСА У НАС ТАМИЩ АНСАМБЛІ ПЄЩЕ И ТАНЦОВАЛЬНИ ЮНАЦСКИЙ ГУРТ ВОКАЛЬНЫЙ И ТЕОТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ ПАВЛІНКА Мы ПРАВОДІМ ТВОРЧА ВЕЧАРИНЫ АЗНАЧАЕМ ЗНАЧНЫЕ ДАТЫ НАРОЖЕННИЮ БЕЛАРУССКИХ ПЯСМЕННИКОВ СВЯТКУЕМ НАРОДНЫЕ СВЯТЫ БЕЛАРУССКИЕ КАЛЯДЫ ЯК БЫЛО ПАДКРЫСЛЕНО, НЕ РАЗ НА ДУЯЛОГОВЫ ПЛЯЦОЦЫ СОВЯЗЬ ПАМЕЖ БЕЛАРУССЮ И БЕЛАРУССАМИ, АКЕЕ ЖИВУТЬ У ЗАМЕЖНЫХ КРАИНАХ НЕМАХ ЧЫМА РАЗАРВАЦТЬ ТАМУ, ЧТО ГЭТА АДНА ДРУЖНАЯ СЯМЬЯ Я ГЛОБАКО УВЕРЕН, ЧТО ЧЕТЫРНАСТЫЙ РЕСПУБЛІКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР, ОН ПРАЙДЁТ, КАК ВСЕГДА ПОД ЗНАМЕНЕМ ПРЕКРАСНОГО НАСТРАЕННЯ ХАРОШЫХ ВПІЧЛЕННИЙ МЫ АБАГАТІМСЯ ВЗАЮНЫМ ОБЩЕННЯМ ПОДАРИМ ДРУДРУГУ УВЕРЕНН, НЕПОДРАЖАЕМЫЕ ЭМОЦИИ ВЧЕРАШНИЕ НАШИ ТАКИЕ РЕПЕТИЦИИ ПОКАЗАЛИ, ЧТО МЫ АБСОЛЮТНО В ЭТОЙ ЧАСТИ, НА ПРАВЛЕНОМ ПУТИ КАЖДЫЙ РАЗ ФЕСТИВАЛЬ ДОБАВЛЯЕТ НОВЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ ПОСЫЛЫ ДАЮТСЯ ЧЕРЕЗ ФОРМЫ ТАКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ, НО ОЧЕНЬ СВОЕБРАЗНЫЕ ПЭТАМУ ГЛУБАКО УВЕРЕН, ДВА ДНЯ И ТРЕТИЙ ДЕНЬ, КАТОРЫЙ ПРАЙДЁ В ГРОДНИНСКОМ РАЙОНЕ АНИ НА САМДДЕЛЕ ОСТАВЯТ НЕИЗГЛАДІМОЕ ПІЧЛЕНИЕ ДЛЯ НАШИХ ЛЮДЕЙ БЕЛАРУССКИЙ НАРОД СЧЫРЫ, ДАБРАЗАЧЛІВЫЙ, СПАГАДЛІВЫЙ И ВЕЛЬМІ ГАСТІННЫЙ РЭСПУБЛІКАНСКИЙ ФЕСТЫВАЛЬ ДАКАЗЫВАЕ ГЭТА УЖЕ У ЧАТЫРНАЦАТЫЙ РАЗ ГОРОД НАД НЕМАНАМ НА НЕКАЛЬКІ ДЕНЬ СТАНІ СТАЛІЦЕЙ НАЦІЯНАЛЬНЫСТІЙ ЗБЯРАЙ РАЗАМ ПРАСТАВНІКОВ РОЗНЫХ НАРОДАВ І ТРЕБА АЗНАЧЫТЬ ЗРОВІТЬ ГЭТУ СУСТРЕЧУ СА ЗНАКАМ ЯКАСТІ КВЕТКА СЯМЮ РОЗНОКОЛЯРОВЫМІ ПЯЛЬОСКАМІ Як ствараўся і як виглядає ГАЛОВНЫЙ ПРИЗ ЧАТЫРНАЦАТАГА РЕСПУБЛІКАНСКАГА ФЕСТЫВАЛЮ НАЦІЯНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР За адказом на гэтай питані наша здимашна група накіровалася у Бярозавку Ліцького района на шклозавод Ньоман – адзін з найстарейших і найбуйнейших вытворців гатункавага посаду са шкла і кришталю на території країны СНД С самага пачатку фестивалю усе шкляне і його прозы вырабляюцца толькі тут, у Бярозавцы. І ніздарма Шклозавод Ньоман – найстарейший бренд з багатай мастацкай гісторий На гэтый раз задумка майстров была такая С кришталной подставки тягнуться у гору прозрыстые пялёстки національних культур, унутри яких расквітая кветка – эмблема фестивалю – символ виконання жадання і яднання народу, які живуть у Беларусі Распрацовкой дизайну прыза, як і пероважной більшості попярэдніх, займався ведучий мастак і легенда предприємства Василь Самохвалов Цветик-семисветик, як незыблемая эмблема фестивалю, он присутствует во всех, в разных видах, в виде радуги, в виде цветка, и даже были цветные бабочки семицветов на краю, в общем, всякие были, всякие-всякие В данном случае уже более цветик-семицветик, такой более компактный, потому что некоторые из предыдущих призов были достаточно громоздкие, их было не очень удобно дарить и получать Ну, всё происходит на сцене, надо, пришлось это учитывать Задумку автора патрымали и реализовали талиновитые специалисты экспериментально-мастацкага участка шклозавода «Ньоман» Середых – опрацовщик выдиманных вырабов Валерий Багинский Народный майстер, чье имя унесено в книгу славы Гродзенской в області, який угонорованный медалем за працованные заслуги и мае шмат інших от знаки признанню Сиулита отримал гоноровое звание «Человек года Гродзенщины» По времени штуку сколько делается? Ну, это быстротечный процесс, потому что стекло стынет быстро, и ты должен успеть сделать определенные манипуляции, пока оно не остыло Делается недолго один цветок, но участвует из четыре человека, потому что одному невозможно сделать, бригадная работа Отрымалася, як и зауседы, пригожа и оригинальна Новые призы, а их 50, отримают пераможцы и лауреаты Республиканского фестиваля национальных культур А так само все керунники диаспоры, якие примут в делу в финальных мероприемствах Нагадаем, свято проходить раз на два годы, и сиулита город над Ньоманом Станет столицей национальностей уже у 14-й раз Третий день Республиканского фестиваля национальных культур пройдет на Агустовском канале, якие сиулита, нагадаем, означает 200 годы Гостей и удельников фесту, туристичная жамчужина регионной краины, чакая 9-го червеня Помник гидротехнического дуэлицтва, 19-го стагодия, случая реки Ньоман и Вислу Ягода уже неазвыше 100 километров, и месте сайон у особливо ахомной зоне ЮНЕСКО До падея были проведены мероприемства по опаляпшении инфраструктуры канала Распрацавана широкая программа святкования Як анонсована юбилейсберы, 850 гостей, яким, обязаются организаторы, суммовать не придется Азнашим, что для приема великой колькости удельника усвята на территории канала будут организованы додатковые паркулки А кабы добраться самостойно, додатковые аутобусные рейсы У Гродня на этом день вспоминали этапы становления и развития при Ньоманского региона А я ныне пары у нас связаны с имем Марии Бироковой Арденоносцы знака Пашаны Франциска Скарыны уладальницы гонорового звания Человек года Гродзенщины З нагоды 75-ти годы знаками этой Гродзенки у областным центры прайшов урачистый баль АПЛОДИСМЕНТЫ У своим пригожим узросте Мария Бирокова не просто матуля и бабуля трохунука, у яна активная женщина, якая застается на передовой громадского життя Мария Михайловна подтримливая шматлики социально-значной инициативы и принимая удел в работе областных громадских организаций Одным словом, своим житевым настроем яна и сегодня может наткнить кого за угодно Трудиться, трудиться и трудиться, жить честно, жить в мире и согласии Для того, чтобы и дальше наш город расцветал и процветал И чтобы мы передали город в руки грядущим поколениям еще более красивым Чтобы они ценили все, и взрослые, и молодежь, и дети, то, что создано до них Чтобы они дорожили этим, берегли и старались свое привнести Особенно молодежь, чтобы она вписала свое имя в летопись города Гродной нашей любимой Гродничины Соправдный профессионал, стратег и человек с великолитры Навито так говорить об Марее Беруковой, былые коллеги и сегодняшние переемники За самоданную працию, трывалую житевую громадянскую позицию Ее неодноразово запрошали на розные посады у иншие городы Однако сердце Марии Беруковой, как признается Яна сама, належало малой родиме, якой Яна была отдана за уседы и бясконца Я практически унаследовал то, что многие годы творилось и делалось Марией Михайловной Беруковой На посту заместителя председателя Гродницкого областного исполнительного комитета Когда ее избрали в парламент, на ее место был назначен я И я увидел, что такое социальная сфера Гродничины Чего за годы руководства Марией Михайловной удалось добиться А руководство было талантливое, мудрое Прежде всего, очень прекрасная, продуманная кадровая политика Везде стояли настоящие люди, управленцы, которые переживали за результат И делали все для того, чтобы социальная сфера Гродницкой области эффективно развивалась Кожный из гостей, запрошенных на урожистость, выказал шмат слов веншаванню и подяки у адрес поважанной ювеляршей И протягивать, кажусь гостей, можно было б долго Бо говорить об Марией Беруковой и ее досягнение, унеску развитию родинщины и краины можно без конца 6-го червяня у Беларуси завершился самый важный этап уступной кампании Сдача централизованного экзамену и централизованного тестирования Нагадаем, все лета у першыню CE и CT проходили уадзенные термены 27-го и 30-го мая сегодняшние выпускники установы агульной средней адвокации сдавали экзамен А те, кто закончил школы у попередних годов тестирование 3-го и 6-го червяня, усе жадающие стать студентами в НУ, писали тести Якышто годы за подрыхтовкой ходом CE и CT сачылі супрасовники Дзержконтролю Яны працывали в уседній испытау и во усіх пунктах Гродзенской области Нарушений именно со стороны Организационной комиссии по подготовке аудитории Нарушений не выявлено, и оно прошло такой спокойной рабочей обстановке Если говорить про наших абитуриентов, конечно, к сожалению, в этом году у нас было одно удаление Были нарушены положения одним из абитуриентов, это в городе Лида Он воспользовался шпаргалкой И, естественно, комиссия, которая находилась в аудитории, она заметила данный факт И абитуриент был удален И в этом году уже, к сожалению, он не сможет воспользоваться возможностью Попробовать свои силы, чтобы поступить в высшее учебное заведение Выдаленные запорушения правил смогут сдать ЦЕ и ЦТ только в ЖНИВНИ Теж, кто отсутничал на централизованном экзамене, ци тестирования у основные дни по важких причинах И, мая документальное тому подтверждение, примут удел у испыток у резервовой дни 19, 21 и 23 червяня Для тех абитуриентов, учащихся, которые не смогли пройти централизованное тестирование по уважительной причине в основные дни С 10 июня начнется регистрация на резервные дни, которые будут проходить 19, 21 и 23 июня Регистрироваться можно по адресу переулок Телеграфный 15.1 в Центре доводского образования нашего университета Каляя 7 тысяч молодых людей при немыня будут спрацовать в этом летом у складе студентских отрадов В этом часам гоже заклик доложиться до усебеларусской будовли у Брестской крепости Где, как анонсовано, будет открыт Республиканский центр патриотичного выхования молодцы Разом с тем 36 студентских отрадов уже активно працуются в Гродне и регионе Байцы заняты у сельской господарцы на предприемствах в Удовле, працуются вожатыми у детячих оздоровленших лагерах За мест отпочинку яны выбрали працу На протягу ближайших летних месяцев студенты-купаловцы, будучи педагоги, осваивают специфику профессии на практице У оздоровленшем лагеру юнаства у якости выховальников заденешены 10 человек Яны не только сточат за дисциплиной и парадкам, але и наполняют вольный час дятей корыстными и цикавыми активностями Такая допомога педагогам с опытом подобается Они входят в взрослую жизнь, они когда приезжают к нам, они уже не дети, они взрослые, от них не отвечают за жизнь и здоровье детей Они наравне с детишками и участвуют в конкурсах, и показывают свои номера, то есть они дают жизнь лагерю Я всегда говорю так, ребята, нет нормального воспитателя в отряде, значит нет жизни отряда, смена не состалась Очень хорошо, у меня всегда есть опыт, то есть это педагог, либо воспитатель, который практикующий, плюс студенты Опыт и молодость – это большое дело Первая змена у юнастве только распачалась Напереде 14 незабылных дён У студатраде, які заденечены у выховавчем процессе, есть як новички, так и в опытные кадры Феликс Пашук уже другий год запар, командуя педагогичным отрадам Прознается, что выдат наладить з усими бойцами Дадает, как трапить ушеры, геось нават конкурс Перевага за теми, кто добре зарекомендовал себе у попередних годы И, конечно, главное – треба любить профессию Сегодня дождь, мы выдаем детям плащи, у нас такая хогвартская эстетика сегодня Мы отправляемся в путешествие, мы настраиваем детей И, значит, если вожатый может настроить ребёнка на смену, значит, смена удастся, сто процентов Душой всегда тянешься к детям Я считаю, на педагогов поступают люди, у которых просто есть желание что-то вложить в людей, в человека, в будущее Им нужно больше общаться вживую, и я их пытаюсь научить этому Пытаюсь привести с другими отрядами совместиться, чтобы они могли и в будущем жить не только в телефоне, а уже, как и раньше, в нашем окружающем среде и общаться друг с другом А кроме отрадов педагогичного профиля, у Гродной в области працуют десятки сервисных, будовничных, сельскохосподарших и медицинских Жадающих долучиться, да, с туда отрадовского руху наличивается каля 5 тысяч Лето напереде, тому приём заявок будет аж утявляться до первого жнивня В настоящий момент мы активно агитируем ребят для работы в студенческом отряде на Всебелорусской молодёжной стройке в городе Бресе, на патриотическом центре Я думаю, что желающих будет большое количество, нужно будет провести, скажем, такой качественный отбор для того, чтобы самые достойные смогли принять участие в этом республиканском проекте Также все желающие могут записаться для работы на республиканских проектах «Атлант» и «МАЗ» Тоже вот в настоящий момент мы формируем студенческие отряды И уже сформированы отряды для работы на медицинском проекте «Медикус» в Полоцке На сегодняшний день уже работают три отряда, это два сервисных и один медицинский в «Орлёнке» и «Морской волне» в Российской Федерации У сего сёлята плануется працу латковать каля 7 тысяч молодых людей прынёманья Тым часом працовный семестр у самым разгары И праставники Белорусского республиканского союза молодей протягивают заключать договоры с наймальниками Каб забеспечить часовым працовным местам усих жадающих 50 человек, батько, хлопчика и девочинок проходят этими днями оздоровление в рамках интеграционного лахера «Червоного крыжа» Это один и такой проект у нашей краине для деток с множными порушениями здоровья Што год инклюзивная змена проходить у малявничном месте каля Гродна, где створена доступная сяродя для особливых отпочивальников Гэтым разом для 18 семьяв з разных районов прынёманья Для усіх их лагер махчымасть и отпочить, и цикава провести час, и просто порефлексовать на природе, чаго вельми не хапаю по усадённым метусні Мама Инна с сыном Елисеем Сослонима уже другий год приезжая сюди Лично для меня, как для мамы, это очень огромная отдушина – отдохнуть, побыть в уютном, спокойном месте Для меня, как для мамы ребёнка с аутизмом, мы вынуждены были в силу своего диагноза уйти на домашнее обучение И это стало единственной возможностью побыть в социуме, побыть с другими детьми, со своими ровесниками, поиграться, поучиться в очень комфортной среде На ведвольнике лагера – дети с разными психичными и неурологичными захворываниями Мама Катерина Сгрудна сюда приехала у першыню и поспела уже окунуться с головой у вір падей Я приехала сюда с семьёй, с дочкой особенной, со своими старшими Так сказать, старших я в течение дня не вижу У каждого свои развлечения по возрасту, по их интересам Кто-то лепит, кто-то ходит Наши волонтёры периодически забирают на прогулку мою младшую дочку Тем временем я могу сходить на йогу, сходить подышать воздухом На протягу сями дзён с детками и их батьками працуют волонтёры «Червонага Крыжа» Гэта и молодь, и дорослы с вопытом – усяго 80 человек Тут кожный день не подобны на иншы Тренинги, майстер-классы, конкурсы, квесты, занятки йогой и навод плаванне – усё для отпочывальников В Ольга, студентка медколледжа, до лагера, як волонтёр, долучилася у першыню Самая хорошая реакция и самый хороший ответ на нашу работу – это улыбки детей Это то, как они реагируют на нас, реагируют на то, что мы делаем, несем им это добро Они отвечают взаимностью такой же, с которой мы приходим к ним И это просто самое лучшее, что может быть Интеграционный лагерь «Червонага Крыжа» – одиннадцатый по лику Кожный год при подрыхтовце до змены уличываются пропановы и пожадания батьков и деток Организаторы кажуть, яны не просто наши подопечные, подопечная «Червонага Крыжа» Мы – одна великая семья Вот чем можем похвастаться в этом году? У нас возник такой новый для нас курс по самодава йоге для мам Также у нас планируется мастер-класс от наших волонтёров-парикмахеров по изготовлению причесок Для того, чтобы наши мамы чувствовали себя красивыми Работает с мамами психолог, у которого есть программы для мам, есть программы для детей Также у нас предусмотрены общения со специалистами по здоровому образу жизни Также мы используем, конечно же, среду, которая окружает прекрасно нас в этом интеграционном лагере И мы для того, чтобы провести такую рефлексотерапию и немножко внести нотки радости в жизни этих семей Мы проводим такую лесотерапию, как мы называем Многие руководители кружков, курсов здесь проводят занятия Йога, роспись по дереву, по камням, различные психологические тесты, разгрузка В первую очередь, это помогает сплотить коллектив Потому что многие семьи, которые приезжают сюда Это не только жители города Гродно и соседних районов Воронова, Свислочь, Волковыск Они сюда приезжают и здесь себя чувствуют уже большой семьёй А пошний день отпочинку сё лета – 8 червеня Напереде ещё разностайной активности и корыстной мероприемствы Призванная подарить становчие ураженние дать корыстные парады и зародить эмоциями на ближайший год Усяго ж за 11 годов працы интеграционного лагера «Червоного крыжа» У ним отпочила больше 600 человек Под ветра зиммары лятись планета дятинства Под такой назвой у областного центра на этом дыне стартовал сезон працы пришкольных лагерев Удельниками яркого свята с конкурсами, гульнями и танцами стали больше за тысячу маленьких жихаров Гродно В своей максимальности для творчей и спортивной реализации малечий, як и что год, у центра города демонстровали разные установы и организации С каждым годом приобщается больше детей Детям нравится Мы, естественно, потребность всю выявляем и смотрим, что, какое направление наиболее востребовано Те направления у нас представлены в мастер-классах И также летняя занятость Это и пришкольные лагеря То, что дети не просто приходит время проводить, а чему-то учатся Организатор святых городские отделы дукации У вушню началась самая очеканная пора – долгие летние каникулы Это выдатный час для того, как отпочить и как научиться новому Святое, которое прошло у центра Гродно, миновито и было на это нацелено А дополнили программу розные интерактивные пляцовки и адмысловая выстава спецтехники Хлопчики и девчинки с великой текавостью Знайомились с машинами МНС и ДАИ Мне понравилась машина милиции Там классные номера здесь Там еще меряется таким пистолетом скорость Еще понравились шахматы, шашки тут, холсты, на которых можно порисовать И мелкие можно бесплатно взять и порисовать Веселый праздник Мне нравится он, допустим Там можно порисовать, можно поиграть во что-то, в шахматы можно поиграть Участвую я в перетягивании каната Очень понравилось Сейчас вот делаю птичку Первый день сегодня в лагере Это первый день нас решили сегодня так порадовать Каблеты прошло не только весело, а и беспечно На работнике МНС нагадали детям основные правила повозин Об том, что свободы могут провести до беды Тем самым я надалит старт республиканской акции «Каникулы без дыму и огню» Якая протягнется до 16-го жниуня Три месяца лета спасатели будут обучать детей и взрослых Правилам безопасности В пришкольных и летних оздоровительных лагерях В дошкольных учреждениях образования И на открытых площадках, как сегодня Спасатели также подготовили мастер-классы Демонстрацию пожарно-аварийной спасательной техники Также можно будет посетить и подразделения МЧС Конкурсы, викторины, квест-игры Это все то, что поможет усвоить, напомнить и закрепить Правила безопасности жизнедеятельности у детей и взрослых До слова, областным центры охопят корыстным отпочинкам и детей Які однаканикулах засталися дома Зусім худка специалисты установ додатковой эдукации Завитаюць у городске жилые микрорайоны Капсустрецца с хлопшиками и девчонками Своей активности педагоги и волонтеры Прапануть у рамках акции «Выходь гуляць у двор» Супрасовники Гродзенского зоологичного парка Переориентовались на працу во умовах теплых и вельми теплых дзен У першую чергу говоркаедзе про новые педыходы до рациону гадаванцев И организации их часу у вуличных вольерах Наша здымашна группа у гэтым переканалася У Гродзенским зоологичным парку до доходу теплого сезона Рыхтуются зауседы и загадя Специалисты свяжаются, калі на вуліце Граесонника усім да спадобы А ось калі вонковые температуры бьют рекорды Гэта небезпешна для гадаванцев, навод теплолюбивых відаў Кожну раніцу супрацонники зоопровяраюць, як себе адшуваець дорослый і малешава ўсіх секціях Звяраюцца с синаптычными даннами Цікава, што 20 са знакам плюс і вишэй гэта ўжо асаблівы умовы для зоопарка І калі прогнозуюцца спёка, тут ведаюць, што робіць Мы замараживаем і йогурты з животным, спеціальні фруктово-творожні смесі Також зарані заключаюцца договора ў нас с хозяцем на поставку зелёной масы Патаму што для копытных жывотных в жаркий період очінь важна большое калічество сочных кормов Патаму што все-таки это основной источнік влагі і пітацьўных веществ, в том числе вітаміна Д3 для них Карысны і ехаладжальны прасмакі супрацоннікі зоопарка рыхтуюць самастойна, улішваючы ўсі піровагі насельнікаў Для медведзів і малп, наприклад, гатуюць самаробны мороженая, якім тая захвотай ласуюцца ў гарадшы дні Медведзям, обезьянам, да, у нас замаражываюцца такое вот самадельное мороженое мы іспользуем Большым крупным медведзям мы замаражываем фруктовый чай в большоими порциями в размері ведра Там будут апельсины, мята, идёт у нас яблоки, вот такого состава Обезьянам мы чаще используем творожную смесь, творожно-банановую, творожно-ягодную смесь Ну и плюс ко всему это помогает нам давать им какие-то определённые витаминно-минеральные добавки, которые они иногда не хотят есть так У хараши пиры, откажут специалисты, вельми важно не забываться про воду для живёл Тому у некоторых секциях уладкованы свои бассейны, паилки ж ёсь во усіх без выключения А вось мя дзведзям, катинам и копытам особливы досподобы освежаючий душ Калюмовы на двор и сприяльные супрацовники за проводить водные процедуры усим охвотным Всегда обновляется свежая вода, холодная, прохладная Есть в вольерах какие-то навесы, укрытия Открываются постоянно двери во внутреннее помещение Чтобы животное, когда ему будет жарко, оно могло зайти в прохладу То есть для комфорта животных всё делаем Правильный режим, освежаючий душ и отповедный сезон рацион харшавання У Гродзенским зоологичным парку ведают, что треба и гадаванцам летом особливы успеху И пакуль червень не быты узял паузу на высокие температуры Насельники ЗАА с задовольнением бавят час у вуличных вольерах И радуюсь наведывальников веселыми гульнями На этот раз кулинарно-познавальная экспедиция накировалась в заходный регион Беларуси Федерико Арнальди на ведвый областный центр и на протягу некоторых здымочных дней Вылучает традиции и знакомится со славутостями и интересными людьми Гродзенщины Выдатная архитектура, смачная белорусская кухня и душевные люди уразили всю здымочную группу По словам головного героя, белорусы, як и итальянцы, вельми открыты и любят жить всё Все вокруг, причем каждый третий-четвертый человек Кто там машет, то Федерико приехал, кто бежит фоткаться, кто обнимает меня Когда ты не знаешь эту часть Европы, восточную, и живешь только в Италии Ты думаешь, что здесь все такие холодные, такие суровые ходят Оказывается, вы вообще тоже как итальянцы Федерико, ты здесь! Каждый день так было, такой отклик, такой прям тёблый отклик, я бы сказал Довольно эмоционально, а-ля итальянцы Ведучий тревел-шоу прогулялся по улицах города, наведал фарный костёл, Лицкий замок А ещё познайомился с помником архитектуры Ренессансу, старым замком Что не крок культурной асувязи Напереде ещё несколько сдымочных дён и шмат локаций Гродно, которое я назвал городом трёх У Уютно, умиротворённо, ухоженно И плюс, конечно, я ещё добавил в город конфеточка Потому что, когда особенно по центру, и не только по центру, вот здесь Когда ходишь, тебе везде окружает столько красоты, красивая архитектура Причём для меня лично ещё, знаешь, довольно родная Но я вижу много схожего с Европой и чувствую себя немного ближе к дому Российская команда приехала на сдымки проекта «Осабливый период» Напередедни фестивалю национальных культур И поспела уже окунуться у перецвяточную атмосферу Але головная напереде, ведучи плануя наведать национальные подворки А так само поудельничать у параде «Диаспор» У делу святе да поможет створить не одну серую популярного шоу Такая реклама безумовно притягню в регион ещё больше туристов Для Гродно это будет ещё раз такой туристический рывок Именно не внутренний туризм, потому что внутренний туризм уже мы видим Что спрос с каждым годом возрастает А именно будет такой у нас спрос со стороны, наверное, региона Российской Федерации Но не только Российской Федерации и всего мира А в первую очередь через вот этот широкий охват аудитории Именно русскоязычного сегмента И мы сейчас, как Управление спорта и туризма Действительно очень активно работаем для того, чтобы улучшить нашу логистическую составляющую Конечно, если у нас будут такие же условия, условно говоря, как с Брестом Когда там идут по три-четыре поезда в день То, конечно же, прямых я имею в виду с Москвы, Санкт-Петербурга Но, конечно же, и туристов из всех федераций будет гораздо больше Гастрономичный туризм перспективный на прамок Який с кожным годом становится усе больше популярным Гродинская область не первый раз примает удел у таких телепроектах Уже были сдымки программы «Поехали» А так само непутевые заметки с Дмитрием Крыловым Выпуск «Поедем, поедем» выйдет на телеканале НТВ у Вересни И на этом мы развитываемся у сего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому